Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале ножиков.ру и давненько у нас не было топов ножей. И поэтому сегодня мы записываем топ 5 ножей от компании V-knife и одновременно делаем обзор на новинку 2020 года мини-бустер по дизайну с Nexo. Поехали! Итак, прежде чем начать, хочу сделать небольшую сносочку на то, что это будет субъективный топ именно этой компании. Это будет мое личное мнение, и именно в таком порядке мне нравятся ножи от бренда V-knife. Пятое место. Нож BUNTER по дизайну Бена Петерсона. Вы можете знать этого человека по каналу Blade HQ. И в 2020 году он совместно с компанией V-knife создал вот этот небольшой компактный EDC-шник с очень хорошими характеристиками. И, в принципе, идею, которую закладывал Бен в создании этого ножа, получилось реализовать очень-очень четко. Итак, друзья, непосредственно нож BUNTER. Он существует в двух цветовых решениях. Это синие накладки и стонвошенный клинок. И также существуют черные G10-е накладки, черный клинок, покрытый с помощью DLS-T. И единственной особенностью здесь являются голубые шпенечки, которые на самом деле не особо бликуют на солнце, но просто потому что синенькие мне больше нравятся, буду рассказывать на примере синенького. Что из себя представляет BUNTER? Это небольшой EDC-нож, у которого накладки выполнены из G10. Внутри имеются стальные лайнеры. И из очень приятных особенностей это то, что весь этот нож разбирается с помощью одного ключа, кроме клипсов. Клипса, кстати говоря, здесь очень глубокая. Нож полностью прячется на кармане. И на клипсе есть название модельки. Можете прочитать тут BUNTER. Клинок у него длиной, по-моему, 75 мм. Сведен очень тоненько. Вот здесь у него в районе 0,3, а ближе к кончику 0,45. Здесь 3 мм в обухе. И клин выполнен из стали S35VN. VINAEV это компания минималистов. И маркировки они не особо любят ставить на клинки и так далее. Единственное, что они делают постоянно, это стилизовывают осевой винт под логотип своей компании. Смотрится на самом деле очень-очень хорошо. Он хорошо лежит в руке, благодаря тому, что для таких габаритов у него достаточно широкая рукоятка. То есть, если мы банально берем нож в молоточный хват, у меня средняя рука, и он еще и остается в свободном доступе. Имеется насечка на обухе, для того, чтобы ставить сюда большой палец. И также имеется насечка на лайнере, для того, чтобы его было проще закрывать. В осевом узле используется керамический подшипник, и такой же шарик стоит на детенте. Также приятным бонусом является широкое темлячное отверстие. Про этот нож, кстати говоря, у нас был выпуск коротко о главном. Вот здесь вот у вас где-то появится ссылочка, можете перейти и посмотреть. Там больше рассказано про Бена Петерсона, дизайнера ножа, и про сам нож по характеристикам. Если говорить в целом, то у Бена получилось реализовать именно то, что он хотел. Он хотел сделать небольшой ножик, поскольку сам является нажиманом, и такой размер использует чаще всего, как он рассказывал в своих видео. Также ссылочка на этот нож будет в описании, что на голубую версию, что на версию с клинком в DLC. Они отличаются только цветовыми решениями. В остальном нож абсолютно один и тот же. Четвертое место нашего топа занимает нож под названием Double Helix по собственному дизайну компании V-Knife. И попал он на эту строчку из-за своего технологичного переработанного замка Axis Lock. Он производится в двух цветовых решениях с бронзовыми накладками и с накладками голубого цвета. Вот так вот он выглядит, если держать его просто в руке. Что ж, четвертая строчка данного топа. V-Knife Double Helix. Это нож с очень интересным замком, титановой рукояткой от и до, и клинком также из S35VN. Однако, в отличие от Bunter, здесь немножечко побольше толщина на 1 мм и другой тип спусков. Здесь они вогнутые. Давайте поближе рассмотрим саму модельку и обратим внимание на детали. Замок – это модернизированный Axis Lock, у которого пружина проходит через всю длину рукоятки. В то время как у Axis она располагается только в первой четверти. Замок работает следующим образом. Есть два упорных штифта. И если не отжать замок, то нож у вас открыть не получится никаким образом, поскольку он встает в паз и, скажем так, встает на блокировку. Чтобы открыть нож, нужно замок отжать хотя бы с одной стороны. То же самое нужно сделать для того, чтобы его сложить. По-другому этот нож не работает и не открывается, и, соответственно, не закрывается. Отдельно хочу отметить его клипсу. Посмотрите, как она сделана. Клипса вынесена за линию рукоятки с помощью двух штифтов и смотрится очень аутентично. Нож очень чем-то напоминает эпоху стимпанка. Он достаточно тяжелый, поскольку титан внутри не имеет совершенно никаких облегчений. Однако при этом он очень хорошо сидит в руке. Не только благодаря своей достаточно большой толщине, но и благодаря тому, что на обухе в нужном месте существует насечка. Также, давайте покажу на другой версии этого ножа, очень приятно сделан продольный сатин на голомене клинка. Просто посмотрите, какая это прелесть. Сведен он, конечно, немножечко потолще, чем бантер, но ему, в принципе, и не требуется, поскольку это немножечко другого класса изделия и стоит оно подороже. Также покажу вам минималистичный подход к гравировке у компании V-knife. Даже не особо фокусирует камера. Ах, вот, S35VM. Механика у ножа превосходная, также потому, что в нем стоит керамический подшипник. Открывает тройку лидеров у нас Рокис по дизайну Ишама. Он попал на эту позицию благодаря своей очень футуристичной конструкции и дизайну. На самом деле, когда смотришь на наш Рокис от компании V-knife, невольно перемещаешься куда-нибудь в будущее, поскольку такой дизайн действительно как будто бы вышел из эпохи гиберпанка. Рокис – это, пожалуй, один из самых футуристичных ножей, которые, в принципе, существуют на рынке. Из таких дизайнов можно отметить дизайн Алексея Каныгина в компании CKF, вспоминая его десептиконы, и как раз-таки дизайны Ишама. Что из себя представляет нож? Это флиппер, в первую очередь, с очень интересной формой как и клинка, так и рукояти. Огромное количество различных фрезерованных отверстий, что в клинке, вот в этой части, что в рукояти. Смотрится это, конечно, просто бомбически. Кстати, нож представлен в трех вариациях в нашем магазине. Как вот этот, то есть с светлым клинком, карбоном и светлым титаном. Есть также нож с черным клинком, полностью титановой рукояткой, анодированной в два цвета. И также имеется нож с черным клинком, но уже не анодированным титаном, а термооксидированным. Посмотрите, как это красиво выглядит. Но рассказывать я буду на примере карбонового, поскольку он, во-первых, легче, а во-вторых, у него просто светлый клинок. Что из себя представляет арокис в конструкционном плане? Арокис – это интегральная титановая деталь. Можете заметить, что здесь нет никаких бонок. И поверх этой интегральной детали накладываются накладки либо из карбона, либо из титана, как в этом и вот в этом случаях. У него имеется фрезерованная титановая клипса, которая, естественно, не переставляется на другую сторону, поскольку имеет определенную форму. И если бы переставлялась, то в комплекте должна была бы идти вторая. Это клинок из М390. Вот тут есть гравировочка на плавнике, опять же, в очень минималистичном стиле. И клинок, даже затрудняюсь назвать, тип этого профиля. По качеству обработки это снова высочайший уровень от компании V-NIFE. Посмотрите на вот эту фрезеровку на лайнере. Хотя, скорее всего, это правильнее будет называть фреймлоком, поскольку вот эта вся деталь по факту является фреймом, а его лишь прикрывает немножечко накладка из карбона в данном случае. Посмотрите снова на продольный сатин, который здесь сделан на голомене. Это просто бомбический уровень, и такого достигнуть действительно очень сложно. Также внутри выполнены облегчения и фрезеровки. Можно показать, как банально обработана интегральная деталь вот в этой части изнутри. Здесь нет совершенно никаких фасок, и все просто идеально подогнано. Фрейм с сухарем, естественно, встает на самое начало пяты клинка, что делает отжим данного замка весьма комфортным. Ну и вишенкой на торте, конечно же, являются насечки на флиппере, для того, чтобы даже моим больным пальцем этот нож спокойно открывался. Ну и последним, конечно же, логотип компании Vinife на осевом и гравировка дизайнера на спинке ножа. Итак, вот мы уже быстренько подобрались к второму и первому месту в нашем топе. И на самом деле здесь все было лично для меня достаточно сложно. Поскольку нож, который в итоге занял вторую позицию, нравился мне очень долгое время, и я все еще хочу приобрести его себе в коллекцию. Однако, совершенно недавно к нам приехала новая позиция, и я думаю, вы уже догадались, про какую модель я говорю. Ну давайте по порядку. Место номер два. Вторую строчку в итоге занял нож под названием Chimera. Также по собственному дизайну от компании Vinife. Эту строчку он занял благодаря тому, что это очень харизматичный нож с агрессивным внешним видом, однако при этом с очень хорошими рабочими характеристиками. Итак, продолжаем. На втором месте, как я уже сказал, расположился нож Chimera по собственному дизайну компании Vinife. В нашем магазине он также представлен в трех вариациях. Это совершенно, по моему взгляду, обычная Chimera, но на самом деле обычная это серая, а это с анодированным титаном под немного бронзовый цвет. Обработка клинка в данном случае Bitblast, и вот таким вот образом выглядит рукоять. Второе исполнение, которое приехало с новой поставкой Vinife, это полностью черная Chimera. А так, все остальное покрыто по ощущениям как будто бы DLC. Что клинок, что сама рукоять. Весьма-весьма фактурное изделие, и на самом деле такая обработка только добавляет агрессивного вида данному ножу. И последнее исполнение, которое у нас есть и приехало также с новой поставкой, это Chimera с рукояткой под бронзу и клинком из дамастила. Вы просто посмотрите, какая это красота. Очень красивый дамаск, он подполирован с обеих сторон. И вот с этой стороны у осевого винта имеется колечко из тимаскуса. Однако же рассказывать я буду вам на примере вот этой Chimera, поскольку, как вы можете догадаться, именно такое исполнение мне нравится больше всего. И нравится она в первую очередь мне из-за своего внешнего вида, поскольку это очень хищный клинок с долом на вылет с обеих сторон. И очень интересная рукоятка, потому что здесь выполнены фрезеровки в виде когтей, как я понимаю, Chimera. Бэкспейсер чем-то напоминает лично мне позвоночник какого-то животного. И очень правильно, интересно сделанная клипса. Она также фрезерованная из титана и не переставляется на другую сторону. Давайте по небольшим характеристикам данного ножа и по мелким особенностям. Имеются насечки во всех нужных местах. На флиппере, для того чтобы спокойно открывать данный нож. Если мы его открываем, то у нас появляется насечка на обухе, для того чтобы упереться большим пальцем и нож во что-нибудь воткнуть. И насечки на бэкспейсере, для того чтобы нож лучше сидел в руке, когда мы его держим как раз таки вот таким хватом. У ножа имеется небольшой ЧОЭЛ. Палец под него класть не очень удобно, поскольку лично у меня немножечко попадает на режущую кромку. Сам клинок выполнен из стали S35VN. Маркировочка опять же очень минималистичном стиле сделана. Вот здесь вот на плавничке флиппера. Механика также бомбическая, благодаря все тем же керамическим подшипникам. Я вообще ни одного Винаев или Цвиви не встречал со стальными подшипниками или стальным шариком детента. Они сразу все начали делать на керамике, за что этой компании огромный-огромный респект. И я чуть не забыл сказать, на все эти ножи будут ссылочки в описании, на все исполнения. Что на дамасковую химеру, что на обыкновенную, по моему мнению, что на полностью черную. И на все предыдущие позиции также есть ссылки в описании, и они доступны к заказу. Итак, дамы и господа, первое место. И эту строчку у нас занимает модель мини-бустер по дизайну с Nexa. Данную строчку этого топа нож-бустер занял по следующим причинам. Первое это футуристичный и при этом рабочий дизайн. Второе это высочайшее качество обработки деталей и клинка. Ну и третье это сталь 20СВ от Крусибла. Эта железка мне очень нравится, и именно из-за этого можете считать, что нож попал на первую позицию. Итак, вот мы и добрались до более детального рассмотрения нашего первого места и по совместительству виновника нашего всего обзора. Это мини-бустер по дизайну малазийского человека с Nexa. Что из себя представляет нож? Это нож с клинком Варнклиф длиной 89 мм, но полезных здесь 85, поскольку есть вот такая вот дулька. Толщина по обуху этого ножа 3,9 мм, а длина рукоятки составляет 11,5 см. Он достаточно небольшой, однако при этом достаточно пухлый, поскольку я намерил по толщине практически 16 мм. Этот нож очень хорошо сидит в руке, даже учитывая его относительно небольшие размеры. На клинке у нас используется сталь CPM20CV. Вот тут вот есть также небольшая маркировочка стали. И также на клинке виднеется логотип дизайнера Snacks. И, пожалуй, это один из немногих ножей от компании V-Knife, где они не стали стилизовывать свой осевой под логотип компании. Логотип компании вынесен именно гравировкой на клинке, а осевой винт выглядит вот таким образом с обеих сторон. В данном случае под бронзу анодированная деталька. Ну, как вы могли заметить, мини-бустер у нас также имеется в нескольких исполнениях. Есть вот такой вот серый. Где обычный серый бетбластовый клинок и не анодированный серый титан. Однако, отличительной особенностью данной вариации является очень красиво сатинированный бэкспейсер. Рассказывать я буду на примере вот этой черной версии, поскольку на ней будет проще рассмотреть некоторые технические особенности данной модели. И первой технической особенностью является шарик детента, который по совместительству выступает в роли сухаря. Это означает, что вместо двух раздельных деталей Snacks придумал сделать одну. Вместо того, чтобы вставлять отдельно сухарь, он сделал таким образом, чтобы этот сухарь выполнял еще и роль самого детента. Очень продуманное и очень интересное техническое решение. Также имеется весьма интересное темлячное отверстие, которое врезано в бэкспейсер. И также немножечко затрагивает зону накладок, если это в данном ноже можно таким словом обозвать. Поскольку это все-таки титановый нудист, и это скорее титановые плашки, нежели чем накладки. Если кто не знает, что за человек такой Snacks, я обязательно оставлю ссылочку на его инстаграм в описании. А если коротко, то это человек, который производит что-то новое. В данный момент у него очень популярная есть кастомная модель, у которой есть свой собственный замок, который придуман именно Snacks. Он очень интересно работает и очень надеемся, что когда-нибудь подобный замок поступит в массовое производство. Поскольку, как заявляет сам дизайнер и показывает на своих видео в инстаграме, это действительно очень надежный и при этом максимально легко оперируемый замок. Но на данный момент до нас доехала только вот эта его коллаборация с V-Knife Mini Booster. Почему Mini? Потому что сам дизайнер выпускал ограниченную серию ножей Booster, которые были немного побольше, чем данный экземпляр. У них клинок, по-моему, составлял 105 нм или что-то в этом районе. Итак, друзья, вот в принципе мы и проговорили про топ ножей от компании V-Knife по моему мнению. Также мы разобрали модель Booster, посмотрели на некоторые ее детали, озвучили ее характеристики и, в принципе, сделали полноценный обзор. Если вам понравился данный материал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал и, естественно, не забывайте про колокольчик. Новые видео у нас выходят достаточно часто, поэтому было бы приятно, если бы вы их смотрели первыми. А я на этом моменте с вами прощаюсь. С вами был Даниил. Всем до скорого!